что нужно спуститься место куда мы пойдем и соответственно объект который будем снимать и пришел учу час его снять хотя она уже зелененькая еще ранова привет друзья 8 мая преддверии праздника великого победы я к сожалению все родственники ушли уже кто воевал но всех поздравляю с победой могу одно сказать враг будет разбит назначена но речь что не пойдет а я сегодня продолжаю запись видео темы которые я решил записать посвящая ее плоскоземельщикам мое отношение формам вы знаете а потом раздваи раздвояется расстрояющим теориям тоже поэтому но для них есть хорошая новость короче неизвестно что такое плохая новость состоит в том что сферы как бы нашей природе встречается чаще чем какие-то плоские блины наконец-таки дошли ну этот опыт подсказывает до систематически какие-то исследования приводят к этому поэтому формы тел как правило это стремятся к таким фигурам они к блинам с загнутыми краями тем более я такие загнутые краи виду только найти в эти растения которые плавают на воде у нас в этом зоологическом музее такие есть это что касается плохих новостей но хорошая новость состоит в том что я в одном с ними солидарен да это при работе с пейзажной фотографии геометрические искажения соответственно все что связано с широким углом для меня запретный плод поэтому смотрим геометрия выбор 75 миллиметров 85 миллиметров больше ну вот в этом плане я с ними солидарен геометрия должна быть правильной плоской и пейзажной фотографии в городской фотографии в архитектуре надеюсь не будет скучно найдутся те кто спросит кто для нас враг кто для вас враг ну для меня враг также как и в армии всегда был тот кто по ту сторону прицела вот это враг ну в нашем случае это по ту сторону виды искать пока вот моя нелюбовь широкоугольным объективом связаны не только с геометрией многое скажут ну вот как же так landscape снимает же широким углом много фотографий давайте чем дело они разные по качестве не говорю про широкий угол таковой я говорю про геометрические искажения их этих объективов я снимал оптикой а по сильно рон тот же самый который делает разные компании в германии и в японии в том числе симметричные конструкции объективов которые не дают таких искажений это сложная конструкция обязательным элементом а сферические линзы идут в такой оптике поэтому даже при большом угле 90 градусов и больше объективы не дают геометрических искажений это достаточно дорогая оптика поэтому если у вас есть возможность такую приобрести поставьте улики у цейса есть такие объективы вот первый правило первое найдите геометрический объект правильный сфотографируйте его после этого вы увидите является ли ваш объектив правильным с точки зрения плоской земельщика и собственно говоря или вы неправильно выставили плоскость это первое правило предположим что у вас все получилось и геометрия в кадре по краям и в центре у вас абсолютно ровная то есть дома не кривые деревья не кривые столбы тоже ну и дороги тоже ровные с этого момента стучи вступать второе правило если же у вас это не получилось то случае если вы проверили и обнаружили что объектив имеет геометрические искажения и раз не отчаиваетесь есть выход из этой ситуации да поскольку линия объектива искажения они определенным образом геометрия вы его изучаете и после того как вы поймете как это работает вы сможете искать точки съемки которые позволят вам эти искажения минимизировать у любого объектива такие точки есть в качестве примера я приведу ссылку на моего подписчика восточной европе зовут его не над он снимает роли флексом 30-х годов к 4b это такая же машинка как у меня рефлекс автомат ну с классическим объективом до стандартном и широкоугольником не кором на пленку с фокусным расстоянием 28 миллиметров снимает он не на цифру на цифру тоже снимает но снимает на пленку с объективом 2 и 8 помоли 2 на 28 миллиметров это очень широкоугольный объектив посмотрите на его пейзажи посмотрите на его геометрию как он своим мастерским глазом определил эту точки и имея опыт уже работать с этой оптикой создает то что фотографии которым невозможно придаться по геометрии вы сразу поймете о чем я хотел вам сказать это второе правило третий возможный вариант у вас не получается геометрия у вас поползла улетела ну в таком случае вступает силу третье правило если кадр действительно и уникальный и вы хотите поправить и замечательный инструмент в адоп фотошоп light даже тот же самый который я пользуюсь на планшете на телефоне который позволяет вам если вы пока не опытный фотограф автоматически построить геометрию кадры там есть такой движок изменить ну и соответственно автоматически изменить геометрию он вам обрежет кадр и выйти не таким образом чтобы геометрия поправилась на основании тех данных которые вот эти программы пользуются называемый интеллект как сейчас говорят ну если интеллект у вас у самого больше разу то соответственно вручную это сможете сделать горизонтальной вертикальной плоскости потом это все обрежете все будет хорошо это правило номер пока я тут по магазам хожу как большом магазине посмотрим сейчас но подумайте над моими словами и задайте себе вопрос что с чего начать иногда полезно сходить в магаз с самого утра пока еще народ не пошел четвертое правило предположим вам нужно снять широкий угол вы находитесь в таком месте где ограничены в весе соответственно вы не берете широкоугольный объектив или у вас его нет есть решение фотошопе вы можете склеить несколько изображений например мой объектив с фокусом 7585 который вообще не дает никаких геометрических искажений я могу склеить любое количество фотографий ну соответственно вы экспозиция одинаково желательно хотя коррекция рассматривается и склеить их со штатива снимите несколько кадров склеить и все получите дак самое главное будет плоская земля то есть вы получите большую качественную картину без искажений ну и люди которые будут смотреть с удовольствием эти фотографии тому будет интересно в интернете много роликов принципе можно попробовать самому сделать это записать если интересно будет что вас вы пятое правило заключительное улыбайтесь радуйтесь солнцу жизнью и прежде чем нажать на спусковой крючок вашего фотоаппарата посмотрите задумайтесь оцените возможности ваши осмотритесь вокруг будьте наблюдательными и у вас всегда будет в кадре плоская земля всегда быть без искажений всегда будет интересно подписывайтесь на канал с вами был фавионыч пока